Приветствую всех, кто не перестал смотреть Tomb Raider после предыдущей серии, где я заследил гробницу и что мы здесь видим очередное береговое оружие. Я, кстати, да, признаю, что элементарно было догадаться, как разграбить предыдущую гробницу, но просто после часа просто оголтелых перестрелок всяких и раша встречаешь какую-то загадку и ты к ней абсолютно вообще не готов, не готов что-то разгадывать, потому что эту игру я воспринимаю скрещение как шутан. Интересно, что стало с этим дулом, блядь, почему она как в мультфильме, сука, розочкой? Как, знаете, у этого, у поросёнка из Warner Brothers, когда ему там ружьё заткнули чем-то, он выстрелил, у него пушка вот такая же стала. Так, здесь, наверное, надо опять применить чудо-лук. Нет. Меня, честно, затрахали загадки с луком, вот, блядь, вообще пиздец. Выстрелить огненной стрелой, выстрелить канатной стрелой, то есть какие-то преграды ломаются канатной стрелой потянуть, какие-то надо поджечь, какие-то выстрелить из дробовика, какие-то выстрелить из гранатомёта, блядь. Это все загадки, какие я пока здесь нормально встречал, и... А некоторые просто так обмотаны верёвкой, и это вообще нахуй ничего не значит, несмотря на то, что пол игры, блядь, этот канат обозначал места, за которые можно привязать верёвку, но есть где она вот вообще просто так, она, блядь, намотана, и всё. Нахуя так делать? Не знаю, чтобы, видимо, был стимул лишний раз юзать это ебучее чутьё, которое уже откровенно задолбало. Я, честно, не люблю игры, где есть вот этот какой-нибудь взгляд, который что-то видит, чутьё, как его ни назови, это бесячая хуйня. Но вот в этой игре этот взгляд и чутьё нужно только, чтобы находить предметы, которые нужно сжечь, блин. Это было не очень тихое убийство, я думаю, что его крики должны были услышать даже глухие. Плюс относительно гробниц, у меня уже сложилось такое мнение, но то, что в играх я, ну, никогда не делаю побочные задания. Единственная игра, в которой я делал побочку, это был Fallout 3, потому что там было интересно, что потом по радио про меня скажут. Вот, а во всех остальных играх побочные квесты для меня воспринимаются как ненужные. То есть играю зачастую, а не зачастую, а вообще в 100% случаях, проходится и без побочных квестов. То есть побочные квесты не нужны, а для меня ненужная вещь не может быть интересной. Не знаю, почему у меня так сложилось. Надо подождать, пока не поднимут её повыше и уронить их, уронить это им на голову, я так понимаю. Так тоже неплохо. Ну, выключи ты чутьё своё, выключи его. Я его, блядь, сука, по каким принципам работает это сраное чутьё? Вот оно просто заебало. Я его включаю, а оно, блядь, потом, либо оно выключается сразу, либо оно уже вообще нахуй до конца игры не выключится. Мне иногда кажется, что оно, блядь, залипает, заглючивает и хуй объяснишь, блядь, что с ним нахуй происходит. Эффектно рухнула сейчас стена, я не знал, что они могут дробить своими выстрелами столбы. Вот если я в нём буду стрелять, ничего не станет, по-моему, нихуя. По-моему, сейчас они его разрушили. Блядь. Короче, я могу сформулировать уже таким образом мнение об этой игре, что мне нравятся только экшн-моменты, где она куда-нибудь едет, что-нибудь прыгает, что-нибудь такое происходит запоминающееся и красивое. Всё остальное в этой игре, это какая-то дикая вакханалия смеси хуй пойми чего, и почему-то всё это называется Том Райтер. Просто, блядь, перестрелка, где нихуя ни от кого не спрятаться, блядь. Она нихуя не может делать кувырки какие-то, блядь, укрывается за укрытиями, она херово. Блядь, это такой шутер какой-то, блядь, вообще, сука, шутер про персонажа, который, блядь, затачивался под игру, где надо только лазить где-нибудь. То есть мои любимые эти перестрелки в стиле гирь войны этого, блядь, вообще, блядь. Вот что там сейчас взорвалось? Я уже говорил, что недавно, блядь, летсплей, блядь, сука, когда в таймшифт играл, что я иногда не понимаю, когда в игре начинается тот момент, когда просто надо всех убить, а не куда-то прорваться. А вот и мой скилл контратаки, который помешал мне его убить, по-моему. Я просто уворачивался и стрелял из дробовика, теперь я уворачиваюсь, жму на особую кнопку, и в итоге, если в прошлый раз мне надо было увернуться один раз и его убить, теперь мне надо увернуться три раза, прежде чем он сдохнет. И, согласно моей логике, этот скилл сделал игру, то есть этот скилл пошел мне во вред, блядь, потому что три раза увернуться, это ровно на два раза больше, чем если надо увернуться, достаточно только один раз. Прибрежная база атакована неизвестным противником. Есть предположение... Опять америкосы кого-то захватили. Высыпьте на остров в спецвойск американских вооруженных сил с целью помешать проведению операции. Связь нарушена повсеместно. Мы понесли тяжелые потери. Многие просто исчезли. Да-да-да-да-да-да-да-да. Все идут, все идут. Куда все идут? Чего все идут? У меня, между прочим, зажигательные патроны в дробовике. Я что-то не вижу, что... Да, они вспыхивают, но люди-то от них не загораются, в общем-то. Так что это патроны, блядь, не зажигательные, сука, а пиротехнические, блядь. Они нахуй имеют эффект, блядь, вспышки, но они нихуя не поджигают. Ой, блядь. На, йога, самурай. Да. Я теперь понял, почему говорили, что автомат-то лучшее оружие, потому что у автомата прикручен гранатомет. Потому что в сравнении с гранатометным, блин, выстрелом эти псевдозажигательные патроны дробовика вообще ничего не значат. Опять какая-то модификация собрана. Чего? Чужой где-то здесь бегает еще. Ха-ха-ха. Не знаю, слышали ли на ютубе, но они крикнули в укрытие, а тут чужой. Не-не-не-не-не-не, блядь, не успел. Чё по-твою мать. Я сейчас выстрелил в него канатной стрелой, и она просто исчезла. Почему нет возможности пригвоздить его канатной стрелой, потянуть за канат и сдернуть его вниз? Это было бы логично. Блядь. Блядь. Это лук, блядь. Я не знаю, она целится в него, стреляешь, блядь, оказывается, что стрела... Ну, стрела вензайца в стену почему-то, блядь. Господи, лучше бы вместо лука здесь была обычная винтовка какая-нибудь снайперская или полуснайперская. Вот в Resident Evil Revelation снахер не нужна была снайперская винтовка, но она там была. Здесь она бы пригодилась, но ее здесь нет. В Resident Evil Revelation вообще не нужен был такой арсенал, потому что там не было перестрелок. Все мобы, они просто подходили и били тебя в рукопашную. Здесь перестрелки есть, но арсенал твоих оружий исключительно какой-то ближнего боя. Все кроме лука, потому что все косое, кривое, хуй пойми куда стреляет. Ну, пистолет еще может ничего, да? Печально та игра, где самое меткое оружие это пистолет. Да ебаный в рот. Так, что там? Кто там? Ну, самое меткое огнестрельное оружие имело ввиду. Так-то, конечно, самой меткой здесь получается лук. Из которого все равно нужно целиться в голову, но при этом... Ну, ладно. Отлично. Отлично, отлично они... Блядь, их очереди из ниоткуда очень метко прошивают, блин. А, я еще в огне сижу. Еще обязательно вот очередь из автомата, и следом летит граната, блядь. Мне даже некогда смотреть на них, ёптать. Я смотрю только, в какую сторону мне надо отпрыгнуть, чтобы меня взрывом не задело. Так... Так... И что ей мешает забраться наверх? А, ну да. По доскам она не лазит. Из принципа, видимо. Просто, вспоминая игру в Dying Light, допустим, там чувак этот, главный герой, он цеплялся за все абсолютно. Он в любое место там начинал паркурить и залезал. Тут начинаешь играть в Tomb Raider, и выясняется, что лазить себя может вообще нигде, а только в избранных каких-то местах. А, ну да, нахера это сжигают? Говно. Вот опять загадочный трос, который выглядит абсолютно новым. Зачем он здесь? Интересно. Возникает вопрос, а он здесь просто так. Ты должен подойти, и только чутье тебе подскажет, что нужно тебе, а что нет. Так, костер. Ничего. Костер так Dark Souls напоминает. Тоже скиллы раскидываешь, сидишь. Ну, в смысле, там... Ну, Dark Souls, правда, он исключительно респаун, телепорт был. Скиллы там у этой бабенки раскидываешь. Так. Мне кажется, я нашел гробницу. Вот зачем я вот здесь вот дополнительно обследую эти найденные артефакты, если они в игре вообще не нужны? Они ни на что не влияют. Но ты можешь их обследовать, что-то найти. Какое-то важное, важное уточнение, по мнению разработчиков. Не понял, а я что-то, что это было сейчас. В этой игре вообще, вот в Tomb Raider, если играешь, тут важно не делать перерывы в геймплее. Ну, вот как я, допустим, серию записал 40 минут. На тех местах, где вас только что чему-то научили. То есть надо поиграть и конкретно вот запомнить вот то, что, допустим, теперь у вас лук пробивает каменные стрелы. Я вот включил, ну, в прошлую серию записал, закончился на том, допустим, на том... А, лук пробивает камень. Хорошо, все, вышел из игры. Забыл, естественно, благополучно об этом в своем новом гаджете. Начинаешь следующую часть и думаешь, а куда мне идти? Что мне делать? Откуда у меня столько патронов пистолета? Это что такое ходит? Это просто гора из Игры Престолов. Что, им тут можно поднасрать чем-нибудь? Она пометила, что его только в голову можно убить. Ну что ж, пришлось убить. А, он не сдох. Видимо, моя пуля мозг-то не задела. Блядь, он еще и закрывается. Что, с ним побоксировать надо, что ли? Охуеть, что за человек вообще? Это что, босс, что ли? Фаталити. Нет, я еще жива. Он меня зажал в угол просто и пиздехает, блядь, в свое удовольствие. Я ничего не могу сделать. Может, зажигательным напалмливой стрелой его можно? Да. Я ебу. Надеюсь, в нашей армии знают уже, что Америка изобрела непробиваемую броню, блядь. Неуязвимую броню. Гребаный ты гормональный гигант, блядь, а. Ага, иначе началась драка просто. Из дробовика в голову, похуй. Ха-ха-ха. Благо, что одну и ту же кнопку надо нажимать. Три удара ледорубом, четыре выстрела из дробовика. И он только сейчас помер. И что это у него там на жопе такое? Жумар. Не ебу, что такое жумар. Подтягивайте тяжелые предметы на веревке с помощью... А мне показалось, что у него на жопе где-то болтался. Смотрите. Смотрите. В кармане у него... У него плюшевая овечка или плюшевый зайчик в кармане рядом с пустой бутылкой. Вот он ему нахера, интересно. Так, подтягивайте с помощью жумара. Ах, вот зачем это говно. Интересно. Где было здесь? Вот я думаю, что теперь надо идти в ту гробницу, которую я не прошел. И при помощи жумара плыть на плоту... А, но там цепляться не за что. Нет, не прокатится. Ага. Это значит... Интересно, а какое было общее число команды, которые плыла на этом корабле? То есть все ли они утонули или кто-то выжил? Ну, в смысле, помимо тех друзей Лары. То есть корабль очень большой, а на нем плыло человек пять или шесть, как я насчитал мысленно. Бля, какая фотка. Какие девочки. Ну ты все еще ничего такая, я могу тебя утешить. С тех пор столько произошло. Наверное, я должна благодарить Лару за эту работу. Она всегда не верила. Посмотрите, сколько текста здесь. Это уже вторая книга в этой серии. Просто такая многобуквенная. Еще и паузу можно ставить. Но очень мило, что они все озвучили. Для тех, кому самому читать Товпад. Хоть и долго, но все-таки озвучка. Это всегда приятно. Все, они кричат, что тревога. Я не... Она, по-моему, сейчас даже сделала движение, чтобы схватиться за канат. Потом убрала руки и ебнулась с ним. То есть я-то хочу пройти по-быстрому во стиле раш. Лара не хочет, чтобы я проходил по-быстрому. У него тоже стрелы с напалмом. Что меня радует. Что технологически они не отстают от меня вообще. Наверное, она просто увидела человека и решила, что больше шансов упасть с высоты на скалы, чем пытаться убрать его с ударом ноги в полете. Интересно, если Апулы будут. Аликс, ты здесь? Лара, я здесь! Где Блэйс? Аликс! Лара, ты что здесь делаешь? Тебя ищу. Ты цел вообще? Меня тут немного прижало. Так что не очень. Черт, проход напрочь завалила. Держись! Я вытащу тебя оттуда! Черт! Что-то мешается. Но если туда забраться, блокировку можно устранить. Да? Ты же из воды не можешь прыгать. Нет. Здесь, слава богу. И что? Давай, Блэйс, с этой стороны. Мне нужно наверх. По трубе, например, нет. И тут же у меня вот прям, я чувствую, меня начинает припекать. Потому что, Блэйс... Потому что, Блэйс, вот в этих моментах, вот эта вот хуйня, которая вот этого чутье, она вообще ничего не дает. Оно нахуй не нужно. Оно ничего не значит. Ей нужно, Блэй, наверх. Ну, хорошо, Блэй. Каким хуем тебе туда нужно? Вот чё я должен... А, вот. Вот же ж. Надо, Блэй, подкатить, значит, это говно каким-то раком, Блэй, туда, да? Чтоб залезть. Мне кажется, оно с самого начала там стояло, и это было правильно. Да, я могу только со всей силой дёргать эту херню. Хорошо, как сюда... А, да. Понятно. Ехал! И что? Ну что ты туда не лезешь-то? Наконец-то. Я смотрю, удар с ноги-то у неё просто, как у мастера кунг-фу. Есть! Потому что она... Да. Разбила стальную трубу только что. Кабулком. Алик! О, Боже! Я должна сюда попасть! Алик! Сейчас я тебя вытащу! Да я сомневаюсь, что ты его вытащишь. Теперь я надо расчистить путь. Потому что не подогнать сюда эту хуёвину. Она постоянно перелетает. А, надо уже вовремя спрыгнуть. Блять, как интересно. Блядь! А, ну понял я. Блядь. Мне просто нравится, как инерционно эта хуёвина движется просто до самого упора, как будто бы, блядь... А, вообще, блядь... Ладно. Хватит ныть. Ну, просто это очень деревянно. Надеюсь, что я сам себе сейчас по голове и ёбну, блядь, и умру. Ну, почти. Ха-ха-ха. Таким-то чудом всё это сработало, и я прошёл этот момент. Да, но ты ещё можешь сделать карьеру в кривом зеркале, блядь, с таким юмором. Что ты делаешь? Ты нас убьёшь! Похоже, я остаюсь, Лара. Бери инструменты. Без тебя не уйду. Походу, Лара в конце вообще одна останется. Становится героями. Заметьте, что в этой перестрелке Лара участие не принимает. Несмотря на то, что она до этого убила уже 8 тысяч человек. Сейчас она ни в кого, ни из чего стрелять даже не думает. Просто вот, мне кажется, что это настолько... Да, только в щёчку, чувак. Даже сиськи не покажу. Это настолько вот по-древнему сделано, то, что, знаете, вот у главного героя в заставках куда-то пропадает всё оружие, он ничего не может сделать. Ага, и каждый второй уровень заканчивается миссией, что нужно убежать успеть. Неизменно. А вот теперь попробуйте мне сказать, что у них с Бэтменом ничего общего нету. Кто-то говорил, что я там сравниваю Бэтмена и Лару. Вот, посмотрите, ну да. Она скоро по гаджетам Бэтмена реально догонит. Может быть, у неё не будет беталёта, бетаранга, бетмобиля, но у неё уже есть крюк, на котором она может летать. Я больше никого не позволю убить. Сама хоть не сдохни. Да, немножко всё-таки смешная игра становится сейчас вот в такие моменты. Ну что, вот скажите, что у неё штаны на ней не вспыхнут от трения просто от такого безумного. Ну да, надо доебаться, надо отомстить за гробницу. Просто это вообще настолько как-то странно всё смотрится. И называется Tomb Raider. У меня перед глазами, вот постоянно, когда я вижу очередной какой-то вот такой момент в этой игре, у меня перед глазами, знаете, вот самая первая серия Tomb Raider, где она бегала по пещере, где бегали динозавры, в том числе красного цвета тираннозавр, стреляла в них из двух пистолетиков, и у неё вообще ничего не было! Вот два пистолета, потом ружьё найдёт, автомат найдёт, всё, ничего больше нет. Здесь она уже просто собрала арсенал, набирает теперь какие-то примочки, верёвки, напалмовые стрелы, что-то просто... Ух, наворочено. Так. Говно, говно, и здесь вот эти скиллы, блин, они настолько вообще ненужные. Да. Я специально не хочу улучшать, улучшать вот, 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 что здесь недоступно. Вы получаете больше опыта за разделку животных и тайники с пищей, что... А, вот что-то есть, смотрите. Розыск. Вы лучше ориентируйтесь в пространстве, способны видеть то, что другие не заметят. Ура! Подсвечены сквозь стены. Новый уровень навыка выживания. Поздравляем, вы получили новый уровень навыка. Теперь Лара может освоить самые мощные приёмы выживания. Обалдеть! Ну, в общем, на этом серия заканчивается. Что-нибудь жмите. Что-нибудь пишите. И адьё. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok